здравствуйте уважаемые товарищи я вас рад приветствовать на своем канале сегодня у нас 10 сентября я решил чуть-чуть под вечер субботний немножко прокатиться здесь вот и кота напала решил съездить на чуркин на сопку бурачка поэтому вас приглашаю вторым пассажиром поехали прокатимся кстати вот рычаги которые я поменял недавно вот такой вид открывается с моего места на них а Можно сказать, пол сентября уже прошло, уже прохладно, сейчас я еду вот в обычной толстовке, сегодня погода хорошая, сухая, солнце, вот, но в принципе не жарко в ней. А если едешь рано утром или допустим поздно вечером, либо ночью вообще, то уже совсем холодно, для толстовки имеется ввиду, так-то еще листья, у нас еще лето, то я одеваю уже свою куртку с флисом, потому что иначе холодно становится. В Владивостоке, пожалуй, нет перекрестков, на которых нет такой суматохи. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзоке Дима Торзоке Дима Торзоке С таким большим радиусом, как на КамАЗе проехал только что. Дима Торзоке Дима Торзоке Дима Торзоке Пробег, друзья, уже 4488 километров, почти 4500, это намотал я с нуля километров в этом году свой первый мотосезон. Сезон уже заканчивается, я чувствую, что, конечно, уже там какие-то колоссальные тысячи уже, наверное, не прибавятся к нему. Вчера тоже катались с женой, ездили вдвоем немножко здесь. Вчера даже смешно было, мы прокатились по микрорайону здесь, по делам съездили, на обратном пути решили зайти в магазин-супермаркет в Риме. Вот. Ну и подумаем, там зайдем, сейчас купим, по мелочи там нужно было приобрести продуктов, потому что с собой ни рюкзака, ничего не было. В итоге мы выходим с пакетом, с таким приличным, с этого магазина. Эх, куда его девать, рюкзака нет. Ну и, короче, мы как в индийских телесериалах сели, пакет между нами, так смешно это выглядело. Зато удобно. Я последнюю работу, на прошлой неделе вернее, последнюю рабочую неделю ездил по приемкам, по надзору по Владивостоку на мотоцикле. И меня это спасло раза три, наверное, потому что три раза я попадал на некрасовский путепровод, на котором была жуткая пробка. Я всех аккуратненько объехал. Вот. На машине бы, конечно, я стоял долго. Хотел пропустить сейчас на перекрестке Прадика, но водитель не захотел. Маша говорит, проезжай. Я, говорит, сам выйду. Мысли пока о продаже мотоцикла я так сильно не развиваю. У меня относительно недавно была такая в голове бурная идея продать его и купить что-то более кубатурное. Вот. Но сейчас, поизучав рынок, я, честно говоря, не понял, что можно купить, продав Йобрика. Японцев вам вообще никаких не возят. Вот. У меня одно время была идея купить Yamaha Pfizer, Pfizer 250. Это тоже категория малоаккубатурных дорожников у Yamaha. Вот. Но он уже идет с масляным радиатором. В нем есть отдельно меняющийся масляный фильтр. И вот только я не помню, инжектор в нем есть или нет. Вот. Не буду врать. Те версии, которые в России продавались с инжектором, они были или без, я, честно говоря, не помню. Вот. Потом вместо него, его перестали выпускать, стали вместо него выпускать Pfizer FZ25, по-моему. Но это то же самое фактически. Но в России их нету. Я вот звонил даже в Москву. В магазин Universal Motors спрашивал, сказали, что вообще нет ничего подобного из такой техники. Вот. Что там, когда будут завозить, непонятно. Вот. Ничего другого нету. Боушного японца брать мне не захотелось. Ни в каком виде. Остались только Bajaj и Vogue. Ну, Vogue вообще совсем мотоцикл свежий у нас в России. И я начал смотреть на него обзор. Я уже говорил это в предыдущих роликах. Обзоры снимают в основном крупные мото-журналы. У которых есть свои каналы на YouTube, там, на Zen и так далее. Вот. И такой массовости, как все время было с, ну, малокубаторными мотоциклами, относительно доступными, такого нету. То есть он еще вообще, он никак не распространен. Фактически никто его по России не купил. Большая часть обзоров украинских. Вот. Поэтому непонятно еще до конца, что за техника. Ну, как по обзорам говорят, что там качество на высоте, даже еще лучше, чем у Bajaj. Но фиг его знает. Я сам не видел. Вот. И еще достаточно много даже на против времени, чтобы народ их начал покупать, снимать что-то. О них там какие-то делать выводы на пробегах там серьезных, там, по 50 тысяч километров. Пока нету. Но вижу, что крупные мотосалоны, которые раньше продавали технику Yamaha, например, в них переобуваются. Ну, наверное, это о чем-то говорит, может быть. Короче, я подумал по итогу, что Йобрика я достаточно быстро могу продать, наверное. А что потом купить, фиг его знает. Поэтому я эту тему пока оставил. Мои задачи, конечно, он пока подходит. Мелкое катание, на работу. Но мне же хотелось еще и какой-то режим путешествий для себя открыть. Куда-то покататься по Приморью. Вот. А он вот для этого не подходит. То есть я на нем ездил в село Новокачалинск, в Приморском крае. Это в одну сторону 298 километров до него. Я проехал туда за день, туда и назад. Это получилось у меня 600 километров за день. Ну, у меня после этого болел копчик. Как бы я неаккуратно ехал, все равно копчик я себе весь отбил. Вот. И ветрозащита здесь меньше, чем нужно. Вот. И не хватает у него немножко тяги, как мне кажется. Где-то КамАЗ какой-то идет. Хочется быстро его облететь. И это не получается. Ручку газа выкручиваешь, и он не едет, как бы. А с женой вот катаемся, так вообще он 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 разгоняется все потихонечку. Даже в подъем мы 60 шли, по прямой 80 можно вдвоем ехать. Но, конечно же, динамики никакой нету. Вяло очень. То есть про обгон я вообще не говорю. То есть вы никого на нем не обгоните. А так, в целом, я считаю, что вообще мотоцикл в качестве первого просто идеальный Yamaha UBR. Стоил бы, конечно, он еще не так, как я его покупал. И как он сейчас стоит вообще какие-то баснословные просто деньги. Вот. Так вообще было бы все идеально. Мне вообще вкатывает. Ну и пока он новый, с ним нет никаких проблем абсолютно. Даже я будущее имея версию карбюраторную, вообще не вижу никакой разницы, если бы у меня была инжекторная версия. То есть он заводится, едет, как бы, ну, будем надеяться, что он и дальше так будет ехать. По этому тему я эту бросил, ребят. Потому что я не понял, что можно будет купить взамен. Это, кстати, открытый вопрос, потому что дальше двигаться куда-то надо развиваться в этой технике. Откатав свой первый сезон, ну, почти откатав, да, еще народ катает, я понял, что мне это, в принципе, интересно. Вот. Но надо куда-то двигаться дальше. Вот. Поэтому пишите в комментарии, что думаете, какие еще есть, какие могут быть варианты, которые я недооценил или вообще пошел в другую сторону. Пишите в комментарии, что можно купить в качестве второго мотоцикла после Йобрика, друзья. Ну, вот так потихонечку я, можно сказать, и приехал уже. Здесь была. Это просто обычная высота, сопка в Владивостоке. Ее в прошлом году что ли окультурили, вроде бы, сделали здесь ремонт, лестницы, и что-то получилось и по видовой площадке. Вот мы сейчас так встанем, чтобы ни кого здесь не ущемлять место. Здесь под вечер здесь вообще народ наезжает, и здесь даже негде поставить машину. не знаю, что они там смотрят, маты такие сплошные. короче, друзья, вот мы приехали, подниму стекло. Погода теплая, хорошая. Что-то я даже не посмотрел, записывает камера или нет, но я думаю, записывает. В отражении в телефон вижу, что записывает, звук записывается. Погода вообще шикардос. Ни на какой русский остров никуда я не поехал. Даже шлем не буду снимать, чтобы камеру в руках не держать. Пойдемте посмотрим. По лестнице поднимемся. Посмотрим вокруг. Да, пойдем назад. На самом деле, я здесь уже был не один раз, просто у меня нет видео, где я сюда на мостыльке приезжаю, поэтому я думаю, сниму, решил записать. Вечером здесь вот эти педилы, они подсвечиваются. Но если вечером сюда поедете, надо брать какую-то кофту с капюшоном, либо снуд какой-то, потому что ветер такой здесь серьезный. Но сходить сюда стоит. вот я рекомендую. Сверху открывается вид шикарный, причем посетить стоит как минимум два раза, потому что один вид красивый в ясную погоду, видно острова далеко, там можно взять бинокль с собой. А второй раз приехать сюда в вечернее время и посмотреть, как светится вечерний Владивосток. Это водонапорная башня старая. Она, естественно, уже не функционирует и стоит здесь просто как достопримечательность. вот такие же стоят песенки, а там огромное что-то на тропе. веке, Да? Ещё-то тебе. Ещё-то тебе. Ещё-то. 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 О, мои любимые хвойные деревья. Вон там наверху гора русская и гора главная. На обоих мы ездили, были на мотоцикле с женой. Ну пойдемте все-таки поднимемся на самый верх. Все-таки сверху вид открывается лучше. Лесенку эту видно уже на спутниковых снимках. Заезд сюда найти очень легко, она видна в Яндекс картах, поэтому просто выбираете точку Б и поехали. Вот ветер, видите, то о чем я вам говорил, здесь ветер большой. Народ еще ходит туда, в принципе, забраться по этому гребню туда никакой проблемы не составляет. Здесь можно вот обойти и перелезть такой символический заборчик. Видим калоны. Видим калоны русского мостара. Не пойду туда в конец, потому что все-таки здесь самое высокое место. Покручу головы здесь, вот отметка, знак триангуляции. Ну вот такой открывается, друзья, здесь вид. Это бухта Золотой Рог. Там дальше вдали мост через бухту Золотой Рог. Сегодня погода очень хорошая. Видно побережье дальше Хасанского района. Там дальше вдали видно остров Елены, остров Русский. Пилоны моста на остров Русский тоже. Давайте туда все-таки пройдем, коли приехали и на этом поедем в обратную сторону. У меня сегодня еще в планах погулять с детьми, поэтому я на часок выбрался прокатиться, заснять видос для вас заодно. Но еще нужно успеть выполнить миссию с детьми. О, здесь стекло. Что-то я раньше не замечал. Пока, собственно, Бурачка, я поехал домой. Отсюда вижу, что на море волнение. Сегодня ветер. Что-то мотик мой стоит, не видно ничего. Стоит. Вот такой, вроде бы, ветер небольшой. От него так запросто может продуть гол. О, просто вообще запросто. Ну а ночное видео я здесь снимать не стану, потому что, ребят, на GoPro в ночное время снимать вообще не вариант. Светочувствительность плохая у нее. Ну как плохая? Если с другими камерами сравнить, то достаточно хорошая. Но в целом, в связи с тем, что размер матрицы сенсора очень маленький, то ночью картинка плохая. 4К вообще нет смысла снимать никакого. Сейчас вот я снимаю в формате 4К. 29,9 кадров в секунду. Вот. Ночью нет смысла никакого. Только в УДЖИ. Ночью можно пофотографировать здесь на большую камеру. Но лучше, конечно, приехать самостоятельно, глазами посмотреть. Пишите в комментариях, как вам это место, ребят. Будет интересно узнать ваше мнение. Мое мнение я вам уже рассказал. Кореш мой, Виктор, колоритный мопедист. Мопед свой выставил на продаже. Сузуки Бирди. Вот. Он накатался. В нем больше потенциала для себя здесь не видит. Поэтому решил мопед продать. Вот. Пока еще находится в раздумьях. Вот. Что дальше делать? Найти на категорию и так далее. Ну, в общем, пришло понимание, что мопед пока что больше не нужен. Смысла хранить его 10 лет нету. Поэтому выставил на продажу. Кому интересно, пишите в комментариях. Он еще не продан. Вот. Могу вам присылать любые фотографии мопеда. Вот. Он по-прежнему без проблем заводится. С полточка. В нем до сих пор стоит тот же его родной аккумулятор. И он без проблем еще работает. Вот. Что будет покупать Виктор дальше, про его планы, я не знаю. Вот. Короче, такие новости, ребят. Мопед продается. Расскажется. Пупит. 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 Тетки какую-то проблему жизненную обсуждают. Кто-то их обидел чем-то. Ну, в общем, друзья, я, в принципе, камера у меня записывает. Я начинаю двигаться в обратную сторону. Запишу, наверное, еще путь в обратном направлении. Вот, сегодня у меня вот такой ролик. Чисто сгонять на сопку и домой потом вернуться. Здесь, кстати, такое сделали уступ огромный. Ну, ладно, я на мотоцикле, там проблем нет никаких с этим легковушкам, конечно. Проблем с это. Ну, неудобно заезжать. Можно и бампер поцарапать. И здесь уже достаточно длительное время вот эта вот ливневка сделана, а сама дорога не заасфальтирована. Ну, как-то, как-то все брошенное. Вот, и вообще, в целом, ремонт на сопке-бурачке. Бурачка, мне здесь, конечно, нравится. Я сюда езжу не ради ремонта, а ради вида красивого на город. Но, в целом, конечно, как мне кажется, можно было получше сделать. Во всяком случае, закончить его в большей площади, то, что сразу наметили. А вот эти все недоделки мелкие, о, как они сделали, интересно. Они портят вообще впечатление. А, да. Потому что... 啊, т.е. А, да. А. Продолжение следует... 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 но я так не хочу делать через две полосы еще кто-нибудь увидит блин не настолько я тороплюсь а такой получился ролик просто дневное катание с посещением сопки бурачка бедные дома этих уже чем только не мазали здесь там уже наверно половины песка и глины в этих домах когда-то дает до них доберутся снесут расселят и здесь появятся какие-нибудь свечки а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... как они работают посмотреть смотрите написано мойка 24 часа что ли добрый день кого здесь просить добрый день скажите это самообслуживание мойка здесь до самообслуживание мойка здесь я ее заметил где-то недели три наверно назад честно говоря раньше чет не замечал вот но прикольно я хотел спросить добрый день здесь получается ночью тоже можно приехать до ну да но и ночью работает а до 9 часов понятно спасибо да 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 до 9 но я думаю здесь больше шансов помыть машину чем нежели где я обычно мою там они бы то наверху неохотно разгоняется какая здесь передача не знаю четвертое было у меня в отху но едешь но поскольку у нас такой релаксовый режим то нам пофигу здесь раньше короче вот на этой вот гараже в этом были собаки относительно где-то вот недавно но может быть три недели назад были точно и короче днем они лежат на обочине никого не трогать а вечером они выскакивают прямо причем они велосипедистов самокатчиков выхватывают и мотоциклистов вот как я а я получается там же лежачий полицейский я притормаживаю там и они получается видеть что я притормаживаю выскакивают и пытаются меня там схватить за ногу за ляжку ну это же потом травмпункт ехать прививку ставить все дела вот палево было я дошло до того что я вот этими на место обдержал кварталом выше там через другую улицу вот а когда ездили с дочкой женой так вообще палево ты получается скорость сбрасываешь перед лежащим полицейским а потом не можешь набрать и потому что мы вдвоем сейчас их нету ну в общем друзья на сегодня я покатился отдохнул всем большое спасибо за просмотр обязательно пишите что вы думаете какие есть идеи по приобретению второго мотоцикла для развития вот этих но в мототехнике в этой вот дальнейшего вот вот а у меня на этом все всем пока